Ну что ж, ребята, всем привет, добро пожаловать и продолжаем проходить Рейн Код. Вот, мастер-детектив. Вчера мы остановились на том, что занимались расследованием всех мест, где происходили убийства, которые совершил Гвоздильчик. Мы остановились на том, что закончили изучать третье место преступления, нам осталось последнее, четвертое, и, скорее всего, потом будем разбираться, что здесь к чему. Попробую соединять, так сказать, все точки, дабы получить полноценную картину того, что происходило, и найти преступника. Вперед, погнали! Так, надеюсь, у вас там все хорошо. Привет всем, кто смотрит на ютубе записи. Спасибо, что смотрите. И добро пожаловать тоже. Не забудьте... ...поставить свой лайк, дабы поддержать. И мы начинаем. Так, ну и начинаем, собственно, да, с того, что заканчиваем расследование. Ну и да, не забудьте также пригласить бабушек... Не, ну бабушек лучше не надо. Ну, всех друзей. ...и вкусняшку взять. Думаю, теперь мы собрали достаточно доказательств. Хотя, на первый взгляд, все кажется... ...сложным. Но ответ прост. Что? Алара, неужели вы уже разгадали тайну запертой комнаты? Может быть, вы не сделаете? Что? А ты нет? Да невозможно решить эту загадку с тем, что у нас есть. Как вообще была заперта эта комната? Это не так, что вы не слышали, что вы не слышали, что вы не слышали. Если вы не слышали, то вы не думаете, что вы не думаете. Негоже одному детективу задавать подобный вопрос другому детективу. Ради собственной гордости ты должен выяснить это сам. Если только ты не хочешь нанять меня, что бы я сделал это за тебя? Однако это будет недешево. А я сам разберусь. Случаи с Хеларой. Похоже, самое главное это лишь деньги. Деньги и еще раз деньги. Если вместе мы с вами, то мы все-таки больше и больше и больше и больше и больше. Но я уже страшно. Я не знаю, что Хеларой. Тем глубже я влезу в долги. Это начинает пугать меня. А теперь, давай будем действовать быстро. Далее у нас последнее место преступления. Подождите! Надо тут все проверить, на всякий случай. Вообще. Э? 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 Эта дверь заперта. Хозяин. Этот голос только что... Просто наше воображение, наверное. Это что, отсылка на пяти, что ли? Ладно. Привет, концентрат. Хозяина уже нет. А тут куча всего, что просто болтается без дела. Давай возьмем хотя бы что-нибудь и продадим это. Я детектив, а не вор. Ну, кстати, да. Может, за эти картины можно хорошую сумму поднять, чтобы заплатить. Халаре. Диван в холле. Для кого он предназначен? Ну, возможно, это просто символ статуса. Верно? Вверху не дают подняться. Следующее место. Это художественная галерея в районе Гинма. У нас мало времени, поэтому мы должны поторопиться. Верно. Шеф все-таки в опасности. Так, вот тут надо осмотреться. Вдруг есть какие-нибудь статуэтки с шнигами. О, эти сырники уже выходят из-под контроля. Не похоже, что кто-то заботился об этом месте. Ну, после инцидента некому было заботиться об этом. Ну, кстати, когда зайдем в данж, надо посмотреть, что там по навыкам. У нас там куча очков собралось. Можно прокачаться. Вроде ничего здесь нет. Так, у мусорки. Они могли бы это засунуть туда. Привет в Протернити. Так, ну ладно. Ничего нет. Если вы что-то заметили, скажите. Или заметите. Нарциссия, вчерашний стрим еще не выложен. Он будет выложен в течение недели. Просто иногда я работаю над записями напильником. Ну, там чуть-чуть. Слишком долгие паузы, когда там падает стрим. Или кто-нибудь отвлекает. Их вырезаю и так далее. Ну, или какие-нибудь слова или фразы, которые я неправильно перевожу. Исправляю. Я, если что, специально решил чуть-чуть осмотреться тут. Не уверен, мы проходили здесь. Вроде проходили. О, здрасте. Здрасте, идолами не хотите стать? Я тут знаю одного продюсера. Напильником и плеткой. Не, пока что без плетки. Значит, это художественная галерея. Она закрыта в связи с особыми обстоятельствами. Убийство произошло всего около месяца назад. Но я уверена, что место преступления было убрано, как и во всех остальных случаях. Но для меня это не имеет значения. Подождите, это не очень хорошая идея врываться в галерею. Ты что-то сказал? Бугага, это наша хилара. Место преступления находится в недрах галереи. В одной из многочисленных кладовок. Пошли. Я не хочу терять время. Подождите, пожалуйста. Похоже, это дверь заперта. Здесь повсюду бесценные произведения искусства. Конечно же, дверь будет заперта. Это то самое складское помещение, где произошло преступление. Она заперта. Мы входим. Да мы прямо как пара гопников или что-то в этом роде. Первым на место преступления снова пришел человек из церкви, как и ожидалось. Это тот самый верующий. По его словам, он пошел искать жертву после того, как нашел куклу с таким же именем. Он видел, как жертва вошла в здание поздно вечером. После этого он вместе с сотрудниками картинной галереи обыскал помещение. Когда они открыли складское помещение, то обнаружили труп жертвы. В момент обнаружения, дверь была заперта, а внутри был найден ключ. О, еще одна загадка с запертой комнаты. И всего их четыре теперь. Но мне уже начинает это надоедать. Это уже не так необычно. Что ты имеешь в виду? Тут люди умирают. Давайте начнем расследование. Да. Ну, тайм твой, думаешь? Возможно. Так, собственно, жертва была тут. Похоже, именно здесь находилось тело в момент инцидента. Хотя следов уже нет. Похоже, что эту территорию уже зачистили. Возможно, миротворцы. Ну, или сотрудники галереи. Но я не думаю, что расследование здесь даст какую-то полезную информацию. А если сделать так? Пост познания показывает место преступления в слегка бледных тонах. Ну, комната оказалась мне туманной, даже несмотря на ряд ярких картин художественной галереи. Запах масляной краски, пропитавшей эту комнату, принадлежит не прошлому, а настоящему. Даже если запах прошлого можно было воссоздать, то зловоние трупы было бы гораздо сложнее воссоздать. Так. Это труп молодой женщины. По всему телу у нее, как и предполагалось, гвозди. Имя жертвы Исо Моэ. Она использовала свою внешность, чтобы заводить отношения со многими мужчинами. Количество подозреваемых, которые могли бы написать ее имя на кукле, почти не поддается исчислению. На жертве имеются те самые следы, которые указывают на то, что ее задушили насмерть. А? Но здесь нету царапин, которые могли бы показать, что она боролась. Ты тоже заметил? Да. У нее также есть рана на затылке. И она выглядит довольно глубокой. Может быть, это истинная причина смерти. Так, ну, как бы, с ней понятно. Однако, что-то это тело немного отличается, действительно. То есть, ее убили все-таки ударом по затылку. Зачем тогда душить? Или там в момент удушения что-то не работало? Ладно. Интересно. Так, тут вроде все. Больше немножко смотреть. Так. Ну, ну, time to wait. Я не думаю, что количество гвоздей имеет какое-то значение. Так. Картонные коробки сложены друг на друга. Ну, судя по этикетке, внутри находится произведение искусства. На коробках также слой пыли, так что не похоже, что преступник прикасался к ним. Это означает, что они не имеют никакого отношения к делу. Понятно. Чай. Так. Маленькое окошко. Единственный способ войти или выйти отсюда, ну, кроме двери, вот это окошко. Окно выступает наружу и используется в качестве вентиляционного отверстия. Оно не кажется достаточно большим, чтобы через него можно было бы пройти. Ну, в настоящее время оно немного открывается наружу, но... Других подозрительных следов на ней нет. Войти или выйти через нее, по-видимому, невозможно. Так, если посмотрим в прошлое. Картину с изображением молодого человека, вбиты гвозди. О, а я знаю это. Он один из тех главных героев эджлордов, которых все любят без всякой причины. Это не совсем то впечатление, которое у меня сложилось. Так, а вот это уже интереснее. Это очень большая, живописная картина. С прибитой к ней куклой. Интересно, как она оказалась на полу, если какая-то причина. Если это связано с инцидентом, то причина, скорее всего, есть. Предположим, это так пока что. На полу лежит большая картина. И к ней прибита кукла. Один гвоздь входит в голову, другой гвоздь в грудь. Однако на гвозди, что в груди, так же видно, что оно прошло через углое отверстие на рукоятке ключа. Если это так, то как он смог запереть комнату, если ключ был прибит к картине, его как бы нельзя было бы использовать для этого. Хм, вот что делает эту загадку, загадкой запертой комнаты. Я уверен, что он продумал какой-то трюк. И мне нужно выяснить, что это за трюк. Хм, интересно. Не, ну... Хм. Я думаю, вы поняли. Есть уже предположение, что тут случилось с ключом. Картина лежала, скорее всего, здесь. Он зацепил ключ и толкнул ее, чтобы она упала. Не, ну это легко. Так, а тут что у нас? Вряд ли это связано с делом. Наверху полки есть корзины. Но я не настолько высок, чтобы заглянуть в них. Я взгляну за вас. Это... Что такое? А, мы ничего не достигли. А, значит, ты ничего не нашла. Ладно, хорош. Скульптура, на которой накинута простыня для защиты от пыли. Не похоже, что ее перемещали за последнее время. Или не похоже, что ее перемещали на протяжении очень долгого времени. Да, это видно и по пыли, которая собирается на простыне. То есть, другими словами, это совершенно не важно. О! Картина с изображением кричащего мужчины руками на лице. В этой картине есть что-то тревожное. Мне кажется, что она поглощает меня целиком. Картина не обладает такой силой. Что важнее? Ты что-нибудь нашел? Нет, ничего подозрительного. Не похоже, что это связано с делом. Помещенные здесь холсты совершенно пустые. Интересно, почему они пустые? И почему они так беспорядочно расположены с этими деревянными рамами? Ну, не похоже, что это выставочный образец. Возможно, он был использован для какого-то другого мероприятия. Понятно. Ну, ничего не выглядит не к месту тут. Не думаю, что это поможет делу. А если в прошлое? О, картина здесь. Чистый холст и деревянная рама помещены на тележку. Кажется, что ничего не изменилось. По сравнению с тем, как все было в будущем. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Да, мне тоже кажется, что ничего тут не изменилось. Значит, скорее всего, здесь нет никаких... Улик. Ну, ладно. Так, что мы еще не проверили? Дверь. Сразу идем в прошлое. Есть два ключа, с помощью которых можно открыть эту дверь. Но только один из них находился в комнате в момент обнаружения. Другой лежал одному из сотрудников художественной галереи. Это сотрудник всегда носил с собой дополнительный ключ. И использовал его для входа в эту комнату, когда был обнаружен труп. А где обычно хранился найденный внутри ключ? Ну, предположительно, он должен был храниться в административном офисе. Но неизвестно, всегда ли он там находился. Может быть, он был потерян. А преступник его нашел. А может быть, преступник тайно украл его. Но, как бы то ни было, преступнику удалось каким-то образом заполучить ключ. Один ключ находился в складском помещении. А второй ключ всегда находился в сотруднике. Ну, если преступником является этот сотрудник, то это не будет больше тайной запертой комнаты, верно? Зачем пытаться сделать все так, будто это выглядит, как убийство в запертой комнате, если ты уже сразу становишься первым подозреваемым? Думаю, что нет. Контр-атака, бугага. Ну да, закантрила. Не мерюсь, нет. Некогда, к сожалению. Так. Тут еще краска. Мне вот было интересно, не опрокинул ли преступник эту банку с краской? Если да, то, может быть, он использовал ее для какого-то трюка? Неразумно принимать решение, не проводя должного расследования. Возможно, так и было до убийства. Ну, или он опрокинул. Или оно было опрокинуто, когда только было обнаружено тело. А, да. Вы улеглись в надежде получить комплимент. Но разве ты у нас... Нет. Но разве вы у нас не нетерпеливый щеночек, а? Заткнись. О, боже. Ну, кстати, если подумать, то... Он прямо как щеночек тут. Так, пролитая краска испачкала пол. Если нам удастся выяснить, когда это случилось, то мы сможем узнать, имеет ли оно отношение к нашему расследованию. Что мы еще не посмотрели? Тут что-то есть. Картонные коробки сложены друг на друга. Судя по этикеткам, коробки были привезены уже после инцидента. Ну, похоже, что внутри находится произведение искусства. Видимо, там хранятся экспонаты, которые больше не выставляются. Ну, я не думаю, что это имеет отношение к расследованию. Ну, и все. Что-то еще. Это картина. Портрет, в который вбиты гвозди. Эта картина действительно передает прямо свою эпоху. Возможно, изображенный на ней человек. Важная фигура. Многолетней давности. В этом парне нет ничего достойного. Он просто выглядит как обычный старый... Кудак. Спасибо, Шенигами. Так, все. Вот теперь я точно здесь убил. Тоже. Окей. В картине застряли гвозди. Убийца, видимо, вбил портрет гвозди, а не кукла. Да, но почему есть такая зацикленность на этих куклах вообще? До сих пор все места преступлений были ненормальные. Но это просто выглядит как извращение. Очень интересно. Но это уже не связано с делом, но мы все равно потыкаем. На верхней полке расположены корзины. Но внутри них нет ничего, кроме пыли. Видимо, они давно не были использованы. По сути, это никак не связано с делом. Так, это скульптура с накрытой простыней. Положение было одинаково. До и после использования постпознания. Ну, общая форма простыней тоже не изменилась. Так что можно предположить, что никто ее не перемещал. Эта скульптура не имеет отношения к делу. Все. Вот теперь точно все. Ну, что ж, я закончил здесь расследование. Мне кажется, что полная картина постепенно начинает складываться. Так, осталось поговорить с Халарой. Кстати говоря, Халара. Я не принимаю никаких просьб о снижении своего гонорара. А, да нет, я не об этом хотел спросить. А про ваш навык постпознания. Что вы смогли увидеть до того, как выбрали его в качестве своего особого навыка для расследования мест преступлений? А в чем смысл этого вопроса-то? Ну, я просто хотел узнать, не могли бы вы использовать свои способности, чтобы заглянуть в мое прошлое? Опа. Вы хотите увидеть свои потерянные воспоминания таким образом? Эй, это против правил. Это нечестно. Дело в том, что даже если бы я смогла увидеть твое прошлое, эта информация не принесла бы тебе никакой пользы. Э, почему? Сайкометрия не позволяет мне выбрать, что воспринимать. Скорее, я могу видеть только мелкающие фрагменты. Я не могу сознательно получить доступ к желаемой информации. Именно поэтому я обучался в видео, чтобы развить свои силы в особый навык, специализирующиеся на расследованиях. Любая информация была бы для меня очень ценной, если я смогу получить хотя бы маленький кусочек своих воспоминаний. Ну, если ты настаиваешь, я могу рассмотреть этот вопрос, когда расследование будет завершено. Как насчет 100 тысяч чьен за использование? Давайте обсудим это позже. Мне это как-то дешево показалось. Мое чувство ценности денег, похоже, испортилось. Молодец! Хелара, Бу-гага. Не, ну дешево по сравнению с остальными ценами. Ну что ж, думаю, этого должно хватить для этой комнаты. Далее, окно. Лучше всего было бы проверить ее снаружи. Ты иди, а я останусь здесь. Снаружи окна? Хорошо. Хорошо. Пойти осмотреть окно – это нормально. Однако наша подруга действительно очень сильно настаивает на том, чтобы вы делали все самостоятельно. И мой хозяин делает все, что ему говорят. Как хороший маленький детективчик. Но Хелара права. Это то, что я сам взял на себя. Я не могу просто взять и полагаться на всех остальных после того, как я так круто повел себя перед тем мальчиком. Вот почему я должен это сделать. А может быть, Хелара просто использует вас в своих интересах. Очевидно, что деньги – единственная мотивация для этой особы. Ну, тем не менее, я считаю, что это правильный поступок с точки зрения профессионального детектива. Хозяин, быть слишком добрым – без причины – глупо. Именно поэтому вы так глубоко погрязли в долгах. Я знаю, но… Что ты там бормочешь? Ты проверил окно? А, да, точно. И я сделаю это прямо сейчас. Снаружи окна. Может ли это иметь какое-то отношение к запертой комнате? К запертой комнате. Конечно, может. Интересно, что Хелара обнаружила? Хелара, я только хотел бы, чтобы его просто играть с таким, наверное… Нельзя сказать, что Лара? Нет, я думаю, что Лара просто развлекается, подталкивая вас сделать то другое. Подталкивая вас сделать то одно, то другое. Надеюсь, что это не так. Надеюсь. так иногда стоит посмотреть назад вдруг там татуэтка привет пламенный возможно кто-то смог бы перелезть через этот забор приложив некоторые усилия может быть преступник сбежал таким образом может быть но ведь главный приоритет это разгадка тайна запертой комнаты верно но в любом случае не похоже что здесь остались какие-то подсказки да ты права давай сосредоточимся на том чтобы разобраться с запертой комнатой несколько картонных коробок сложены друг на друга и похоже что все они запечатаны их оставили под дождем так что наверняка все что было внутри испорчено вот окно ну как видишь что-нибудь странное нет ничего странного здесь нету понятно так попробую войти через окно что через эту дырочку да это невозможно и просто попробуй хорошо не могу я я даже не могу просунуть руку через эту дыру я могу засунуть палец но не более того я так и думала молодец теперь ты можешь возвращаться уверены неужели вы все поняли а ты что нет нет совсем ничего чем это ну матвей это немного что там делаете я ничего подозрительного не делаю я позову миротворцев подождите пожалуйста я так я миротворец или я детектив ну представимся миротворцем потому что я думаю миротворцем как раз таки и сработает его одурачить серьезно за второй вариант ну ладно как скажете я детектив ну технически я еще стажер вы уверен что это хорошая идея раскрывать себя таким образом я веду расследование как детектив я не сделал ничего такого за что мне было бы стыдно детектив а что это такое вы что не знаете что такое детективы но видимо детективы в округе канай не такие же популярны наверное потому что наш шеф пушистик вот еще и ленивец ну мы особые следователи из корпорации матереса в настоящее время мы проводим расследование гражданские лица не должны вмешиваться да прошу прощения ну как я и говорил первый вариант я же говорил о тебе что обман необходим для быстрого завершения расследования кстати а вы не являетесь сотрудником я хотела бы кое-что спросить у вас что цена попали джекинга оттоке щитая ухо кей-то шок и у люби даст и мораль можете ли вы вызвать сотрудника который месяц назад обнаружил тело о дело в убийстве а ну это как бы я отлично опишите нам события у меня даже страшно вспоминать об этом но если это честь расследования то он не нет выбора ну что ж дальше дело за тобой да ну как обычно тот день я уже начал все закрывать когда появился кто-то из церкви он сказал что хочет чтобы я помог ему найти кого-то и что он знает что этот человек находится в художественной галерее мы вместе осмотрели помещение но никого не нашли по его словам существовала вероятность того что человека которого он искал преследует гвоздильщик я не мог не испытывать ужаса когда услышал это а как вы заметили что в складском помещении что-то не так свет горел это обычно он там выключен вот я и пошел посмотреть дверь была заперта и я открыл ее с помощью ключа что было у меня но я боялся идти дальше поэтому я позволил человеку из церкви пойти первым и открыть дверь а сам наблюдал сзади ну а потом там труп вы прикасались к трупу конечно нет я слишком испугался и замер у входа а как насчет прихожанина ну ну он видел что произошло в дверях и не пошел дальше а вы уверены что он не трогал ничего внутри после того как открыл дверь да но открыл дверь прихожанин случайно задел банку с краской ага ну и краска разлилась по всему полу а ну ну значит эта краска появилась тогда понятно 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 ну и это позволяет это позволяет объединять всю информацию воедино у нас стало время разобраться в этом деле подождите подождите я так и не понял что случилось время не будет ждать тебя наш крайний срок приближается поторопись вернуться детективное агентство а что ищет вас не волнуйся когда попадешь в беду просто скажи мое имя алара найтмэр поспешит тебе на помощь а и ушла что вы собираетесь сделать хозяин мы проверили все что могли осталось только найти истинного преступника но если бы это было так просто ай я понятия не имею что делать да хватит быть таким жалким а почему нам пока не вернуться в детективное агентство может быть мы увидим как казнят пушистика а точно мы должны ему помочь господи ашенигами хочет это увидеть мне нужно поспешить обратно пока шефа не казнили верно давайте поспешим я тоже хочу увидеть как его казнят так быстрое перемещение нет да в целом это дело какое-то не такое будто поле небрежное что ли а вам лучше поспешить иначе пушистик будет дерьме а лара похоже знает кто настоящий преступник это невероятно ой да ладно где ваш дух соперничества может быть вы и стажер но вы все еще детектив давайте сделаем все таки сейв в другом слоте на всякий случай в смысле я не могу сохраниться из-за того что я нахожусь слишком близко к перемещению в другой локации наверное но вы поняли по ходу лабиринт дальше а а а а а а ну что ж пора э подожди ты сказал что у меня есть три часа мои часа говорят что у меня еще есть пять минут ну тебе нужно отремонтировать твои часы о т т т ой боже часовщик в настоящее время задержан в качестве подозреваемого ну тогда просто выброси этот мусор кроме того у тебя все равно нет времени взять его подождите о юма я знал что ты меня спасешь а ты а ты я занимался расследованием убийств гвоздильщика понятно понятно а а а а так значит это ты помешал нам работать в башне ну ну что ж хвалю твое мужество за то что ты смог признаться и закрой глаза на этот инцидент у ты должен прекратить это дело и закрыть его если ты это сделаешь то мы уйдем и не предприняем никаких дальнейших действий это это будет идеальным решением для всех нас что скажешь юма подумай об этом хорошенько но раскрыть это дело это конечно все хорошо и здорово но подумай о моем благополучии пожалуйста если я брошу это дело то все тут может закончиться мирно но все же пожалуйста верните моего отца из их рук пожалуйста может быть ты и стажер но все равно детектив приняв работу ты должен довести все до конца теперь я не могу отступить но я увидел убийство гвоздильщика до сих пор не раскрыты я докопаюсь до сути это истина аааа и все тет сказал теперь ты никак не сможешь выбраться из этого дерьма значит ты отклоняешь нашу сделку значит он пойдет с нами а за прямое вмешательство нашу работу и внесение раздора в округе канай да но пожалуйста подождите перед этим перед тем как вы уйдете и подождите вы пожалуйста послушайте что мне удалось выяснить в ходе расследования убийств совершенные гвоздильщиком в прошлом я расследовал предыдущие убийства мы уже изучили всю информацию по этим делам теперь когда они закрыты на местах преступления ничего не осталось у меня нет времени на твою ложь да но в отчетах миротворцев ничего не сказано о причинах смерти все жертвы были задушены не так ли и подозреваю что этот факт не был обнародован откуда ты это знаешь это означает что причина смерти держалась в секрете надеюсь теперь вы все сами понимаете мое расследование легитимно так что пожалуйста позвольте мне продолжить я поймаю истинного преступника я не знаю откуда у тебя вся эта информация однако похоже что и тебя нужно арестовать и подозреваешься в шпионаже я считаю необходимо провести допрос увидите его что подождите пожалуйста послушайте меня у тебя почти получилось но ты слишком увлекся новичок не беспокойся когда у тебя будут проблемы просто скажи мое имя Алара Найтмер поспешит тебе на помощь точно Алара помоги пожалуйста Алара Найтмер это похоже тебе требуется помощь великого детектива как я и обещала ты совершила акт насилия над миротворцами корпорация Матарасу не один раз а два раза а прошу прощения обещаю прочитать им строгую лекцию после этого может быть мы не будем нагнетать обстановку господин сет вы согласны за кого вы нас принимаете в этом городе мы мы всего лишь зрители сейчас идет премьера решительности и главная роль принадлежит не вам или мне а юме мне я здесь главный я подготовила сцену для того чтобы ты раскрыл это дело настало время чтобы ты рискнул всем как детектив я разоблачил истинного преступника что здесь происходит а я не знаю почему меня сюда привезли но могу я пойти домой а так вот что вы имели в виду говоря о создании сцены я хочу сказать что халара предположила что настоящий убийца был среди людей церкви и теперь я должен указать на него эй юма ты уверен что у тебя все под контролем ты действительно действительно уверен сейчас нельзя облажаться понимаешь а ну ну как бы тоже делать что же делать я еще не собрался с мыслями я же не могу просто просить больше времени да я так не думаю лара похоже уже знает ответ так почему бы вам просто не заплатить за него да но тогда все усилия халары которые она вложила в подготовку сцены для меня были бы напрасны значит вы хотите решить все это самостоятельно ну если вы не можете попросить лар о помощи почему вам не попросить меня вместо нее ты имеешь ввиду лабиринт тайм в этом состоянии в этой ситуации в этой ситуации в этой ситуации не собирается просто стоять и слушать как вы тут делаете говорите свои выводы в этой ситуации и может быть даже не выйдет ситуация будет только обостряться нет а может даже закончится новой смертью ой нет вот почему на помощь приходит ваша покорная слуга у нас есть все необходимая информация полученная в ходе расследований осталось только раскрыть дело с помощью лабиринта тайм да но если я это сделаю они всегда платят определенную цену когда я пожинаю душу истинного преступника лабиринта тайм который создан преступником то он уничтожается но в качестве цены погибает и источник что создал этот лабиринт тайм это означает что настоящий преступник умрет но убийца же полный псих который уже убил очень многих почему вас это так волнует разве не хотите раскрыть это дело хозяин а как же ваше обещание тому ребенку в чем дело юма если не поспешишь если не поспешишь миротворцы проснуться да что это за ерунда с решительностью у меня нет на это времени я заставлю тебя слушать даже если придется использовать силу это моя работа как помощница что ж тогда вам лучше поспешить а то здесь начнется кровавая разборка ладно ну ну там сейчас я не могу открыть вот это ду ну хозяин готовы ли вы морально и физически появись лабиринт тайм появись лабиринт и а вот я на опа лара тоже что это время остановилось лара как ты можешь сейчас двигаться юма что случилось это чей-то особый навык шенигами а лара тоже здесь а так и думаю ты знала что это случится хозяин вы использовали силу единения помните ваша способность не односторонняя вы можете заимствовать чужие способности и делиться своими лара попала в лабиринт тайм благодаря этому эффекту я думаю ты даже не уверена ты кто это слишком долго объяснять к тому же мне не хочется так что я передам эту роль хозяину бугага на дно в кроличью нору отлично можно сделать перерыв и погнали в лабиринт тайм походу будет весело 3 2 2 3 3 Продолжение следует...